Всем привет! В этом видео я отвечу на вопросы об экстрим-вокале. Хочу сказать спасибо всем, кто присылал мне вопросы. Вы мне помогли. Часто спрашивают, с какого возраста можно начинать заниматься экстрим-вокалом. Потому что многие утверждают, что не стоит заниматься экстрим-вокалом до определенного возраста, потому что это навредит вашему голосу, и не стоит заниматься экстрим-вокалом во время ломки голоса. Вот к какому выводу пришел я Все изначально умеют экстрим вокал Все умеют рычать и кричать Я слышал это не раз, когда я иду мимо какой-нибудь детской площадки Откуда доносится Это моя песочница! Отдай мою машинку! Оттуда рык, вопли То есть наш голосовой аппарат изначально умеет издавать эти звуки Это досталось нам от природы Но потом, поскольку в социуме, в обществе эти механизмы не используются Наши связки ослабевают Они перестают уметь это делать Поэтому могу сказать вам вот что В принципе, возраста, с которого можно начинать И до которого нельзя заниматься экстрим вокалом, не существует Здесь важно вот что Во время ломки голоса Когда ваш голос действительно меняется Он был таким, теперь он становится другим И у вас в голосе есть различные трески, побочные звуки Не стоит им заниматься Это действительно может нанести, на мой взгляд, вред И второе противопоказание Это болезнь Либо вы просто заболели Если вы будете кричать заболевшим Очень вероятен случай пропажи голоса Что вы себе реально сможете навредить Либо доктор вам поставил диагноз Что вам нельзя петь и кричать И еще раз Нет Это не помогает Это не помогает сделать голос более грубым или мощным Я не могу утверждать на 100% Потому что никогда не курил и не пил Но что касается ребят, которые пишут в интернете Что им это помогает Все возможно Это индивидуально Но, как правило, многие люди, которые уже много лет этим занимаются Говорят, что пробовали Что им казалось, что это им помогает Но потом они все равно от этого отказывались Соответственно, я это делать не советую Лучше обращайте внимание на правильную технику Да нет, конечно не могут Экстрим вокал Экстрим вокал не вреден для чистого пения Если, конечно, вы этим занимаетесь не бездумно Не просто ревете во всю мощь Чтобы выплюнуть свои связки Вместе со всем внутренним вашим содержимым Это дело техники То есть, если вы технично владеете экстрим вокалом То это не должно вредить вашему чистому голосу Что еще могу сюда прибавить Я 6 лет занимался академическим вокалом И я в это же время пел в группах Экстрим вокалом Мне это не мешало Единственное, что Если вам нужно петь чистым вокалом То старайтесь в этот же день не кричать И все будет в порядке Еще одно Часто в группах используется и чистый вокал И экстрим вокал И в одной песне, к примеру После того, как вы покричали Чистый вокал уже не получается Так хорошо, так ярко Это тоже дело практики Дело техники То есть, это реально совмещать И я думаю, что у вас все должно быть в порядке Это просто дело опыта Вы хотите научиться скримить Гроулись Или какому-либо другому Виду экстрим вокала И думаете, с чего начать Вы можете Почитать об этом Либо посмотреть видео уроки Почитать об этом вы можете в группе Гроулинг и другие нетрадиционные техники вокала Вот ID Вся информация содержится в энциклопедии Также вы можете посмотреть видео уроки на YouTube Вы забиваете в поисковик скрим Скриминг По-русски, по-английски Можете посмотреть иностранное видео обучение Если владеете английским Можете посмотреть и наше На русском их сейчас уже предостаточно В том числе и мое Также сейчас мы имеем Две полноценные видео школы На данный момент Это Zen of Screaming От Melissa Cross Это на английском языке Школа Хорошее видео пособие Если вы собираетесь заниматься Экстрим вокалом В любом случае вам Стоит посмотреть Это везет Там много хороших упражнений Для разработки механизма пения Мы имеем мою видео школу Школа экстрим вокала От Влада Лобанова Вот ID Там вы можете Собственно ознакомиться со всей информацией Что на этом диске есть К нему выходят дополнения Чтобы он был более полным И как правило Ребята которые начинают Пишут Кавер версии песен Вы можете зайти В группу Гроулинг И другие нетрадиционные техники вокала Там есть минусовки Либо Поискать их самостоятельно И попробовать Позаписываться Это самое простое С чего ребята обычно начинают Есть несколько основных ошибок Первая и основная из них Когда вы поднимаете гортань И пытаетесь давиться У вас не должно быть голоса Во-первых На такой высокой поднятой позиции гортани Голоса нет вообще То есть если у вас появился голос То скорее всего она у вас опущена И скриминг у вас уже не получится На ложных связках Второе Для чего важно говорить Шепотом И потом когда вы пытаетесь Скажем кашлять То есть пытаетесь расщепить На ложных связках звук Голоса не должно появляться Потому что в этом положении Связки сомкнуты Они испытывают Наименьшее напряжение От давления Как на академическом зевке Раз, два, три В этом положении связки Испытывают наименьшее напряжение Когда вы пытаетесь сделать опору Для скриминга Вы должны ее делать На усиление Как я показываю в упражнении В этот момент у вас возникает Неприятные ощущения Жжения Не бойтесь их То есть если у вас гортань В правильном положении То это не должно вам навредить В общем-то это основные ошибки Почитать об этом Вы можете в группе Школы Экстрим Вокала Есть заметка Наиболее часто встречающиеся вопросы И видео для них Почитайте там Там я тоже описываю это Что же такое ложные связки На самом деле у человека нет никаких вторых ложных связок Ложные связки Это ощущение Место где вы расщепляете звук на скриминге На верхнем мягком небе Если вы скажем поднимите гортань И попытаетесь сделать скриминг То у вас будет ощущение жжения Это как раз и есть то самое место Можно еще провести такую аналогию Если взять два последних зуба И по верхнему мягкому небу Провести по ним дугу Это место Находится оно Чуть выше ваших связок Получается Когда вы поднимаете гортань Собственно оно и помогает вам Делать скриминг То есть Ваше ощущение расщепления Возникает не только на гортани Но еще и выше И если у вас возникло ощущение жжения Неприятное Как приангиня Или что-то такое Это означает Что у вас получается правильно Что вы расщепляете звук Именно на ложных связках Не бойтесь Потому что зачастую Этого ребята боятся Говорят Мне стало больно И все стало нехорошо Нет Скорее всего Все как раз правильно Это ощущение пройдет у вас с практикой Если вы будете заниматься Вы можете попеть арпеджио Как в академической школе Можете попеть просто какую-нибудь песню Которая вам нравится Чистым вокалом Прогреть свой голос В моей видеошколе Все упражнения Которые вы видите В самом начале Как расщепление звука Скажем В гроуле Это что-то вроде гориллы Или в скриминге Это собачка Это по сути дела И есть упражнение Для распева То есть вы Не на очень форсированной Не на очень мощной опоре Делаете расщепление Вот в сути и все Я думаю Что вам могу еще подсказать А ничего Опора дыхания Очень важна в экстрим-вокале Если позиция Это собственно Вид вокала Который у вас получится То опора дыхания Влияет на то Получится ли у вас расщепление И как качественно Для того Чтобы почувствовать Опору дыхания Вы можете использовать Академическое упражнение Также оно Есть в школе Дзенов скриминг Положите вашу ладонь На нижнюю часть живота И попытайтесь Крикнуть как бы далеко Эй! 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 Ваш живот Должен резко Вмяться внутрь После чего Ваша диафрагма Поднимется И она создаст Давление На вашей связке Таким же образом И в экстрим вокале Когда вы пытаетесь Рычать У-у-у-у-у У вас идет Этот толчок Обратите внимание На то что Верхняя часть пресса Должна быть расслаблена Это делается Нижними косыми мышцами Пресса И опирается На задние мышцы спины Таким образом Это работает Упражнения Для разработки Диафрагмы И механизма пения Опоры дыхания Есть на моей Видео школе Как поменять Положение гортани Для того Чтобы гортань Опустить максимально вниз То же самое Что и раскрыть ее Вы делаете Глубокий зевок И говорите Максимально низко Вы видите Она опускается Максимально низко Чтобы получить Среднее положение Гортани От позиции Гроула Когда у вас Губы немного В трубочку Вы Раскрываете Рот Ха-ха-ха Раз-два Ха-ха-ха Как вы заметили Приблизительно Средний частотный Диапазон Голоса И раскрытый рот Она у вас Фиксируется В середине Для того Чтобы гортань Поднять вверх Постарайтесь Говорить Очень высоко На пределе Вашего Частотного диапазона Раз-два Три-четыре Дальше И при душице Как вы видели Моя гортань Поднялась вверх Таким образом Это и делается Собственно Еще Чтобы поднять Гортань На скриминг Я Вам советую Именно Кашлять Без голоса Раз-два Это делается Таким образом Что же касается Открытой и закрытой Гортани Открытая гортань Значит опущенная Вниз Закрытая Значит поднятая Я считаю Что музыкальное Образование Конечно Помогает Потому что Ребята Которые приходят Ко мне Скажем На занятия Уже С базой То есть С поставленным Голосом Им как правило Проще Но Это Не Аксиома То есть Если вы знаете Об этом пишут Что многие Экстрим вокалисты Они не занимались Пением Они занимались Именно экстримом И соответственно Добились того Чего они добились Чего они хотели Но я считаю Это в хорошем Подспоре Дело в том Что Если взять Скажем Две школы Дзенов скриминг Как она построена И взять Мою школу То Я Не Даю Базу Подготовки То есть Упражнений Чистого вокала Когда вы готовите Опору Почему Потому что Я считаю Что это в принципе Не обязательно Многие ребята Приходили ко мне Они никогда не пели И у них получалось Все И сразу Достаточно быстро А иногда Приходили ребята Девушки Которые уже были Со школой То есть Они пели У них Был поставленный голос Но тем не менее Экстрим вокал У них Не получался Им было намного Сложнее Поэтому Здесь Нет ничего Такого Стопроцентного Что я бы мог Утверждать Или опровергать Это дело Случаев Все мы устроены По разному Мое мнение Что Поставленный голос Хорошая Подспоре Это крепкие связки Хорошая опора Должно Конечно же Помогать Часто вижу Информацию В интернете Что Inhale Вреден Для Сердца Честно Сказать Не знаю Потому что Использую его Уже Много лет Все время Использую В песнях И никаким образом Моему сердцу Он явно Не вредит Так что Я считаю Что нет Все мы Стройны По разному И кто-то Может горлопанить Целыми днями А у кого-то Уже На первый Второй День Садится Голос Посему Могу сказать Вот что Если вы Начинающий То я не советую Вам Заниматься Несколько дней Подряд Желательно Через день Наши связки Это мышцы Давайте им Отдохнуть Если же Вы уже Продвинутый Рычатель То в принципе Самый адекватный Режим Это Два дня И один Отдых Это я могу Сказать по себе То В этом случае У вас Не должно быть Проблем То есть Ваш голос Не должен Осипать И все Должно Быть в порядке За какое время Можно научиться Экстрим вокалу Нет Никаких Сроков Ребята Которые приходят Ко мне на занятия У некоторых Это получается Сразу же Получается Сразу все Кому-то Это дается Более Сложной Работой Все мы Устроены По разному Поэтому Я точно Могу сказать Что никаких Сроков Этому Нет И так С чего Начать Обучение Гутерал Гроула В своей Видео Школе Я упустил Один важный Момент О котором Сейчас Вам скажу Это будет Момент Про уголки Губ Это очень Важно Имейте Ввиду Итак Вы делаете Глубокий Зевок И делаете Губу В трубочку У-у-у-у-у Далее Вы Делаете Язык Лодочкой И Прожимаете Его К верхнему Мягкому Небу У вас Получится Звук Далее Вы Пробуйте Расщеплять Звук В этот Момент Вы Тянете Уголки Губ Вниз Поверьте Это Очень Важно И Соответственно Опирайте И У вас Все Должно Получиться Редактор субтитров Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова